У меня такой коротенький доклад про open source. Что в нем плохо, что в нем хорошо. Поскольку все, если не пишут, то пользуются иногда Python, то open source пользуются все. Что плохо в open source? Часто это очень плохой код. Хорошего кода меньше. Если отходить в GitHub и смотреть, что там есть, будет плохо. Поэтому не всегда нужно учиться на примере open source. Я всегда привожу примеры. У меня есть небольшая библиотека. Кажется, NetAdder называется. Предыдущая версия. Библиотека просто генерирует IP-шники. Там маски вычисляет в сети и прочее. У нее раньше в зависимости был ipython. Зачем ей это нужно было, никто не знал. Ну, в зависимости был апп и хотел ставить. Поэтому смотрите, что копипастить и копипастить только хороший код с open source. Open source это дорого. Это ни разу не бесплатно. Цена на open source Linux от компании Красная шапка самая дешевая 2500 тысяч в год. И что? Это open source. Это вы платите за то, что вы поставили себе open source? Ну поставьте себе полностью Red Hat. Это будет CentOS. То есть это далеко не бесплатно. Но то, чтобы еще научиться этим пользоваться каким-нибудь open source продуктом, вы тоже тратите время и деньги. Это может быть еще дороже, чем купить комическую библиотеку. Дальше. Собственно, как на open source зарабатывать деньги? Это разработка процесс продуктов. Ну, разработали, выписали продукт. Люди требуют новую фичу. Вы говорите, мы заняты. Ну, небольшую денежку мы сделаем быстрее для вас. Реально работает. Поддержка. Тот же Red Hat уже. Кстати, мне за рекламу не платили, наверное, другую компанию теперь в примере. В следующем. Ну, поддержка open source проектов. Чем я часто занимаюсь на работе. У нас есть… Видите, у них есть проект open source. Он open source, кое-как работает временами. Мы занимаемся тем, что он работал. За support нам платят деньги. Реклама. Ну, реклама это… В основном компания зарабатывает на этом. Зарабатывают простые разработчики, которые написали open source продукт, сделали веб-сайтик на нем, и там от сенс какой-нибудь крутится и получают деньги. Иногда много, иногда мало. Я слышал истории там, где люди с Украины зарабатывают ну, порядка там 7-8 тысяч долларов. на оцензии. Нет, в месяц, но все равно. Ну, просто сделал прикольный продукт, он работает, open source, векторный редактор, аналог коррела, и работает. Ну, sk1 называется. И самое интересное. Как делать open source? Да, это contributing, как правило, всем нужны. Но contributing будут разные. Самый банальный код, что самое сложное всегда писать код, фиксить баги и новые фичи писать. это сложно, тяжело и лениво. Поэтому open source проект развивается очень медленно, как правило. Если никто за это не платит, то развивается медленно. Потому что разработчикам лениво что-то делать. Это плохие проекты. О чем скажем? О питоне скажем, да? Как он там быстро фиксится все. Да, окей. Поэтому можно еще в контрибьюте писать документацию. Часто, что небольшие проекты, это само собой. Часто даже в больших проектах документация не всегда хорошая, полная и актуальная. Поэтому можно писать документацию, вам будет полезно. И поддержка. Это блоги, форумы, список рассылок. Тоже участвовать. Это тоже contribute to open source. Собственно, у меня все. Спасибо.